Полезно или вредно трение? Многие, не задумываясь, отвечают, конечно, вредно. Но ведь если бы не было трения, мы не могли бы ходить по земле. Вспомните, как скользят ноги на льду. Нельзя было бы ездить на велосипеде, автомобиле, мотоцикле. Колеса вертелись бы на месте. Нам нечего было бы носить. Нитки в тканях держатся силами трения. Если бы не было трения, вся мебель в комнате сбилась бы в один угол. Тарелки, стаканы и блюдца соскальзывали бы со стола. Гвозди и шурупы не держались бы в стене. Ни одной вещи нельзя было бы удержать в руках. И так далее, и тому подобное. Известный швейцарский физик, лауреат Нобелевской премии Гийом, писал, вообразим, что трение может быть устранено совершенно. Тогда никакие тела, будь они величиной с каменную глыбу или малы, как песчинка, никогда не удержатся одно на другом. Все будет скользить и катиться, пока не окажется на одном уровне. Не будет трения, Земля представляла бы шар без неровностей, подобно жидкому. К этому можно добавить, что если бы не было трения, неизвестно, как пошло бы развитие цивилизации на Земле. Ведь наши предки добывали огонь трением. Перечень подобных примеров можно продолжать до бесконечности. Но и так ясно, что трение – явление отнюдь не вредное. Точнее, не всегда вредное. Полезная роль трения, как вы поняли, не всегда заметна, но чрезвычайно важна. Значительно более заметна – вредная роль трения. Санки, скатившись с горы, по инерции скользят по горизонтальному пути. Однако они не движутся равномерно. Скорость их постепенно уменьшается, и через некоторое время они останавливаются. Спортсмен, разбежавшись, катится на коньках по дороге. Но как бы ни была идеальна поверхность асфальта, он все-таки останавливается. Останавливается и велосипед, когда человек прекращает вращать педали. Как известно, причиной всякого изменения, в данном случае уменьшение скорости движения, является сила. Значит, и в рассмотренных примерах на каждое движущееся тело действовала сила. Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и направленное против движения, называется силой трения. Трения следствием многих причин, но основными из них являются две. Во-первых, поверхности тел всегда неровны, и зазубрены одной поверхности цепляются за шероховатостью другой. Во-вторых, трущиеся тела очень близко соприкасаются друг с другом, и на их движении сказывается взаимодействие молекул. При скольжении одного тела по поверхности другого возникает сила трения, которую называют трением скольжения. Такое трение возникает, например, при движении саней или коньков по льду, при движении лыж, по снегу. Если же одно тело не скользит, а катится по-другому, то возникающие при этом трения называют трением качения. Так, при движении колес автомобиля или железнодорожного вагона, при перекатывании бочек по земле, проявляется трение качения. Чем больше сила, прижимающая тело к поверхности, тем больше сила трения, возникающая при этом. При равных нагрузках сила трения качения всегда меньше силы трения скольжения. Именно поэтому люди еще в древности применяли катки для перетаскивания грузов, а позднее стали использовать колесо. До сих пор речь шла о силе трения, возникающей при движении одного тела по поверхности другого. Но существует и сила трения покоя. Так называют силу, которая препятствует телам приходить в движение. Если бы не было трения покоя, зерно под действием силы тяжести скользило бы вниз по наклонной плоскости транспортера. Трение имеет большое значение. Мы уже говорили, что без трения ни люди, ни животные, ни транспорт не могли бы двигаться. Действительно, при ходьбе мы отталкиваемся ногами от земли. Когда же трение покоя между подошвой обуви и землей или льдом мало, например, в гололедицу, то отталкиваться от земли очень трудно, ноги при этом скользят. Чтобы ноги прохожих не скользили, тротуары посыпают песком. Это увеличивает силу трения между подошвой обуви и льдом. С этой же целью поверхность шин у автомобиля и мотоцикла делают с ребристыми выступами. Зимой, когда дорога бывает особенно скользкая, на колеса автомобиля надевают специальные цепи. Чтобы мотоцикл удержался на повороте во время гонки по льду, шины мотоцикла для спидвэя имеют специальные шипы. У многих растений и животных имеются различные органы, служащие для хватания. К ним относятся, например, усики растений. Хобот слона Цепкие хвосты обезьян Все эти органы имеют форму, удобную для набивания И шероховатую поверхность для увеличения трения Теперь о вредном трении На борьбу с ним, по оценке ряда специалистов, Уходит до трети всей энергии, используемой человеком. Например, на преодоление трения на транспорте Затрачивается почти вся потребляемая им энергия. Для автомобиля Это почти вся энергия сгорания жидкого топлива. Для электрички Энергия электрического тока. Трению почти всегда сопутствует изнашивание. Это, пожалуй, самый коварный и неприятный враг механических устройств. Действуя постепенно и почти незаметно для глаза, Он из подволь подводит машину, деталь, прибор к такому состоянию, Что дальнейшее их использование становится даже опасным. Существует несколько способов уменьшения трения. Начнем с самого старого и до сих пор широко распространенного. Издавна было известно, Что по-мокрому скользить легче, чем по-сухому. Вы, конечно, знаете, что корабли строят не на воде, а на берегу. Когда готовый корабль нужно спустить на воду, Поставить, как говорят моряки, на плав. Строят специальные наклонные полозья, По которым корабль сползает в воду. Если бы эти полозья оставляли сухими, Сдвинуть огромную махину весом в тысячи тонн было бы нелегко. При этом от трения пострадали бы как полозья, так и судно. Но так никто не поступает. Полозья обильно смазывают жиром, И корабль сам плавно скользит вниз. Идет как по маслу. В этой поговорке опыт многих веков. Люди давно убедились, Что смазанные поверхности Скользят гораздо свободнее сухих. Малое трение при скольжении по льду, Например, на санях или на коньках, Объясняется тоже действием смазки. Между полозьями саней и льдом, Между коньками и льдом, Образуется тонкий слой воды. Почему же смазанные поверхности Скользят легче, чем сухие, не смазанные? Слой смазки, введенный между трущимися поверхностями, Разъединяет эти поверхности, Мешает им соприкасаться. Теперь скользят друг по другу Не поверхности тел, А слой смазки. Смазка в большинстве случаев жидкая, А трение слоев жидкости Меньше, чем твердых поверхностей. С помощью смазки Силу трения можно уменьшить во много раз. В современной технике Наибольшее применение Находят различные жидкие Или так называемые пластичные смазки. Такие смазки обеспечивают Незначительное трение И минимальный износ Трущихся деталей. В последние годы Наряду с жидкими и пластичными Все чаще находят применение Твердые смазки. Например, этот магнитный порошок Имеет преимущество При работе в экстремальных условиях. На морозе Он не твердеет В вакууме Практически не испаряется Колеса С такой магнитной смазкой Работают в десятки раз Дольше обычного Поскольку трение Зависит от состояния Трущихся поверхностей Стараются сделать их Идеально гладкими Давно известно, что Чем чище обработаны детали Тем дольше они служат Вот деталь высокой частоты А теперь вы видите ее профиль При многократном увеличении Сплошные горные пики Так мы видим поверхность Невооруженным глазом Вот увеличение в 700 раз Это в 1000 Представляете, как работают Такие поверхности? Словно терки Отсюда и износ А ведь такой рельеф Образован при весьма тщательной обработке Как уменьшить Разрушительное действие трения? На помощь пришло Вибрационное обкатывание Шарик Или алмазный наконечник Виброголовки Выдавливает на детали Рисунок из канавок По желанию канавки можно сдвинуть Пересечь Сделать любой узор Что же делает С поверхностью детали Вибрирующий шарик? Он оставляет за собой Совершенно новый рельеф С более пологими очертаниями Такие поверхности Меньше изнашиваются Главную роль играют Выдавленные шариком канавки Из них масло Попадает в зону трения Канавки служат И ловушками Для вырванных частичек металла Почти полторы тысячи колебаний В минуту Делает вибрирующий шарик Только специальная съемка Позволила наглядно показать Этот необычный процесс Виброобкатывание Заметно увеличивает Срок службы деталей Значительно упрощает Их обработку Ни одна машина Не обходится Без вращающихся частей Все они От гигантского колеса турбины До маятника часов Имеют оси Концы этих осей Опираются на подшипники Если вал машины При вращении скользит По внутренней поверхности подшипника Последний называют Подшипником скольжение Если вращающийся вал Не скользит А катится По неподвижному вкладышу подшипника На стальных шариках Или роликах Мы имеем дело С шариковыми Или роликовыми подшипниками Замена в машинах Подшипников скольжения На шариковые Или роликовые Позволяет уменьшить силу трения В 20-30 раз Шариковые Шариковые и роликовые подшипники Используют в разнообразных машинах Автомобилях Токарных станках Электрических двигателях Велосипедах Без этих подшипников Невозможно себе представить Современную промышленность И транспорт Сравнительно недавно Появились удивительные подшипники В которых нет ни колец Ни шариков Принцип их действия Очень прост Вращающиеся узлы станка Требуют постоянной смазки Эти вращающиеся детали Посадили на подушку Из магнитной жидкости Такой необычный подшипник Будет служить очень долго У него есть еще одно Неоспоримое преимущество Магнитную смазку Можно удержать В нужной точке В точке опоры Смазка не будет разбрызгиваться Даже при высоких скоростях вращения Такая смазка Не только снижает трение И износ Она в несколько раз Уменьшает расход масла Не менее перспективна И так называемая Аэростатическая опора Ее идею легко понять Наблюдая за этим опытом В струе воздуха Парит стальной шар Посмотрите Достаточно легкого прикосновения И тяжелый шар Приходит в движение Трение о воздух Практически равно нулю А что если на воздушную подушку Будет опираться Вращающийся вал Трения нет Такая бесконтактная опора Будет работать очень долго И никакого износа Вращающихся частей машины Не меньшие возможности В борьбе с трением Обещает и это открытие Если на стальную поверхность Нанести тончайшую медную пленку Прочность деталей Резко возрастает Эта пленка по своим свойствам Отличается от обычной меди Она существует в полужидком состоянии И способна заполнить Все неровности на поверхности детали Смазка в виде тончайшей медной пленки Обеспечивает деталям Режим без износного трения Прежде, чтобы довести Поверхность цилиндра двигателя До зеркального блеска Требовались время И высокая квалификация рабочего Новый метод Предельно прост Бронзовым прутком Проводят по поверхности цилиндра Два-три раза И она покрывается тонкой защитной пленкой За тысячелетия Прошедшие со времени Первых механических устройств Человек постепенно научился Побеждать трение Однако Быстро развивающаяся техника Ставит перед инженерами И появляются новые проблемы трения Часто во все более острой форме Как же быть в конце концов с трением Полезно оно или вредно С одной стороны без него невозможно обойтись С другой оно причиняет намного вреда Ответ очень прост В природе нет абсолютно вредных И абсолютно полезных явлений Природными явлениями человек должен уметь пользоваться в своих интересах Когда трение нам необходимо И мы заставляем его служить нам Оно полезно Когда трение мешает Оно вредно И его нужно всячески уменьшать В заключение послушайте наше задание Подумайте И немного пофантазируйте Что бы произошло Со всеми нами Если бы в природе Вдруг исчезло трение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok